Всем привет, я Майк и это будет первый видео урок, в котором я попробую всем рассказать о неком способе разработки. Мы будем говорить о методологии Agile. Scrum не Scrum это не столь важно. И мы начнем с простых вещей. Давайте поймем, что такое Agile. Давайте представим, что у нас некий большой проект, много составляющих, есть потенциальный клиент, для кого все это делается. Есть Technical Account Manager, который является посредником между клиентом и фирмой-разработчиком. Внутри фирмы есть Product Manager, которые руководят проектом. И есть непосредственно сами разработчики. Мы попробуем охватить некий кусок, который отвечает за некий спринт. Спринт это какой-то отрезок времени, в нашем случае, в сферическом, это допустим 30 рабочих дней. Мы представим, что у нас команда Scrum, в которой присутствует один Product Manager, один разработчик Backend, один разработчик DBA, один QA и один разработчик FrontEnd. Итак, наша задача сделать некий сферический сайт в вакууме. Мы не будем вдаваться в детали, потому что цель на самом деле это больше передать, как это все делать правильно. А, да, оговорка при тем, как мы продолжим. Agile вещь не новая, и Scrum-разработка в Scrum вещь тоже не новая. Ее можно делать правильно, можно делать неправильно. Я за последние 6 лет сталкивался с разными реализациями всех этих методологий, и попробую передать вам то, что действительно работало, можно сказать, что-то приближенное к идеалу. Окей, без лишних слов приступим, и если что-то будет непонятно, то всегда на сайте есть комментарии, я сразу же отвечу на любые ваши вопросы. Окей. Итак, значит, вот этот отрезок времени, который называется 30 рабочих дней, мы будем называть спринтом. Наш спринт делится на несколько кусков. Спринт делится на планирование, на архитектуру, на циклы разработки и на деплоймент. По большому счету, причем циклы разработки в себя включают разработка QA и, соответственно, bug fixes. Окей. Значит, наш цикл каждой разработки это не milestone, в нашем случае это некие слайсы внутри нашего спринта, который длится всего 30 дней, и мы попробуем понять, какие цели мы преследуем в нашем планировании. То есть, почему, во-первых, нельзя спланировать весь проект сразу и до конца, потому что представьте, что вы работаете в некой фирме, где планирование проекта полное от начала до конца возьмет 3 месяца. 3 месяца, когда фирма не зарабатывает деньги, это неправильно. Соответственно, все это делается небольшими кусками. Есть некий прототип того, что мы хотим получить в конечном итоге, и мы начинаем работать. Первый месяц мы хотим добиться определенных целей. Каждая такая цель, это по большому можно назвать user story. Большой user story может делиться на маленький user story. И то, что мы сегодня будем делать в первом нашем уроке, это мы попробуем разобраться с неким инструментом, который называется card mapping. Из моего опыта, это самый легкий инструмент, самый легкий способ спланировать какой-либо проект, начиная от того, что мы все ничего не понимаем, и доходя до того, что ровно через 30 дней у нас выйдет качественный, хороший продукт, который будет доступен пользователю уже и сразу. Окей. Значит, цели вообще, собственно, того, что... Какие цели мы преследуем всеми этими вещами? Мы преследуем цели, значит так, time estimation, то есть мы хотим дать сроки нашему начальству, чтобы получить добро на разработку. Мы хотим распознать и максимально снизить риски. И мы хотим приблизить к нулю количество escaping bugs. Escaping bugs – это некое понятие, которое говорит... Оно обозначает баги, которые убежали от нас в production. Соответственно, все мы знаем некий треугольник. Я сейчас буду чуть-чуть капитаном очевидности. Да-да. Всем знаем этот треугольник. Это самое начало-начало любого проектирования, любого проекта. Значит, у нас есть время, у нас есть scope и у нас есть цена. Цена в нашем случае – это наши люди, ресурсы. Вот они. Они у нас выделены. Как я уже сказал, у нас некий сферический сайт в вакууме, поэтому у нас никто не болеет. И мы работаем все вот эти 30 дней. И мы не будем сейчас заниматься всякими рисками, которые там имеют место быть. Окей. У нас есть время, значит, 30 дней. Ресурсы – это наши люди. А scope – это те фичеры, которые мы должны сделать. У нас будет фичер A, фичер B, фичер C, потому что мы действительно не хотим внедряться в каждый фичер отдельно. Соответственно, ужимание чего-либо или делание, то есть сокращение времени, сокращение scope или увеличение, сокращение людей – все это будет влиять на золотую середину, которая называется quality-качество в нашем случае. И, то есть, понятное дело, что всегда есть какое-то жонглирование ресурсами. На большой фирме 1dba может обслуживать несколько команд разработчиков, и, соответственно, иногда будет что-то страдать. Или какие-то фичеры не будут входить, или будет качество меньшее с расчетом на то, что когда проект закончится, можно будет сделать рефакторинг и увеличить качество. Окей. Ну и давайте попробуем продолжить. Значит, из чего, на самом деле, как мы будем пробовать все это сделать, да? Потихоньку мы начнем с планирования, потом пойдем в распознавание рисков, потом мы дадим время начальству, потом мы сделаем архитектуру проекта, то есть закроем между собой, между разработчиками все интерфейсы, потом в процесс разработки здесь входит некое понятие, как разбивка на слайсы и показ презентации того, что было сделано вплоть до, может быть, каждые три дня или каждую неделю, и попробуем сделать из всего этого выводы, и, может быть, вы попробуете перенять эту методологию к себе в фирму или к себе в команду, это не важно. Окей. Значит, начнем с того, что у нас есть некий инструмент, который называется CardMapping. CardMapping.com – это на самом деле просто сайт, который заменяет нам большую доску и стикеры с суперклеем. Бумага терпит все, поэтому мы нигде ничего не записываем, никакие Word, никакие ничего, мы делаем огромное количество стикеров, меняем их местами, двигаем, пока мы не увидим какие-то определенные вещи, которые мы хотим увидеть. Окей? Итак, с чего мы начнем? Начнем мы с простых вещей. Мы попробуем рассказать, какие, значит, вот желтые записки – это, собственно, то, что мы хотим, то, чего мы хотим добиться. Сейчас я расскажу более подробно об этом. Планировать мы будем так. Мы разобьем все то, что нам нужно получить, мы разобьем на большие квадраты, потом большие квадраты мы разобьем на более маленькие квадраты, но нам же не нужно для того, чтобы начать разработку, нам не нужно сдать все маленькие квадраты. Нам достаточно первую неделю разбить, а вторую неделю мы будем разбивать в конце первой недели. И, соответственно, третью неделю мы будем разбивать в течение второй недели, поэтому основное время, которое мы будем тратить на планирование, мы потратим в первом квадрате. Окей, теперь. Итак, теперь нам нужно еще сделать так называемые слайсы. Слайсы это, собственно, те самые циклы, про которые мы говорили. Что у нас входит в какой цикл. Итак, давайте, ну какие могут быть истории. Да, если мы делаем сайт, значит мы хотим сказать, окей, первая история такая, пользователь, регистрация и авторизация. Окей, вторая история, вторая история это что? Это до добавления контента. Мы разобьем это потом. Третья история это представление контента. Окей, теперь у нас есть наши три истории. Допустим, это будет небольшой кусок большого проекта. Мы сидим в комнате, да, как мы уже говорили, в нашу комнату входят вот эти вот люди. А, да, еще одно золотое правило. Для того, чтобы любой проект получился, должна случиться одна. То есть не одна, но одна вещь должна случиться обязательно. Разработчик, руководитель проекта и тот, кто это все будет проверять, QA. Все они втроем должны одинаково точно знать и понимать, что должно происходить. Не может быть так, что руководитель проекта закроет с разработчиком какие-то вещи, Человек ее об этом узнает из спека, который не очень хорош, из спецификаций. Ничего у нас не получится. Все люди присутствуют при планировании. И планирование обычно, то есть это не такое, что мы все закончили какой-то кусок, какой-то проект и начали планировать новый. В течение проекта, как раз в неделю, вы встречаетесь и обсуждаете проект, который начнется после того, как вы закончите этот. Для чего это делается? Чтобы не терять время, когда закончится этот проект, через 30 рабочих дней цикл, этот проект закончился, поднялся на продакшн. У вас уже есть более не менее четкое планирование, что вы делаете в следующую неделю. У вас уже первая неделя разбита на маленькие квадратики. Окей, значит мы повесили наши записочки и теперь мы говорим, окей, у нас есть первое число какого-то месяца, допустим, первое число. Мы хотим определить наши циклы, поэтому давайте это сделаем просто с первого по десятого, с десятого по двадцатого, с двадцатого по тридцатого. Это наши циклы, как мы будем работать, как мы будем разрабатывать вещи. Теперь давайте попробуем понять, что мы хотим успеть и где какие ресурсы у нас участвуют. Это не важно сейчас, до этого мы дойдем потом. А, да, понятное дело, что этот урок у нас первый. Я не знаю еще точно, как эта информация будет восприниматься. Возможно, 20-30 уроков каждое видео. Я планирую закончить это за 5 видео. Ну и, соответственно, будет видно, как это все будет происходить. Кочинг, который я проходил и который предоставлял всю эту систему от некой фирмы, которую наняли и привели, которая нам это все рассказала, занял примерно полных 4 дня. Но было много вопросов, здесь, соответственно, у нас нет интеракции, я рассказываю, вы слушаете и не имеете возможности мне помешать. Поэтому, не знаю, но я думаю, что за 2-3 часа это все должно вместиться и дать какие-то результаты, и, возможно, поднять вопросы в комментариях. Окей, продолжим. Пользователь, регистрация, авторизация. Что туда входит? Давайте разберемся, что входит вот в этот большой квадратик. Окей. Извините. Ага, вот так. Итак, в этот квадратик входит... Значит, что нам нужно? Нам нужна форма, да? Мы сразу будем писать форма регистрации. Регистрации и авторизации. Это у нас UI пока что. Окей. Дальше. У нас входит таблица пользователей плюс store procedures, плюс работа dba, обзовем это так. Даже вот так, да? Dba. Замечательно. У нас входит во все это хендлеры, правильно? Хендлеры на стороне бэкенда. Это у нас бэкенд. Так, что нам еще нужно? На самом деле вот здесь вот, чтобы вот это вот произошло, нам в принципе достаточно, да? Теперь добавление контента. Давайте понимаем, что у нас входит в добавление контента. Добавление контента у нас входит так. Форма. Да? Помимо формы у нас входит, опять же, хендлер. У нас входит некий, наверное, контент dba обязательно. И для представления контента, учитывая, что вот этот вот контент db, он как бы уже реализован, то все, что нам нужно сделать, это нам нужно сделать хендлерс для представления. То есть, если здесь наши хендлера, то есть, если здесь наши хендлеры были только save, здесь наши хендлеры были, а хотя нет, если мы делаем, здесь у нас в хендлерах есть save, get, delete, ну и соответственно, add, соответственно, update, да? То здесь нам хендлеры не нужны, значит, здесь получается нам нужно только презентation. Презентation. Это в нашем случае UI. Если вы чувствуете, что это тоже большие квадраты, то их надо, соответственно, тоже разбивать на маленькие. Но мы пока оставим это так. Теперь давайте вспомним, что у нас есть всего людей, всего ресурсов. Здесь вот это все должно как-то пройти, и плюс еще не забываем, что у нас есть еще QA, да? То есть, у нас есть еще некий такой вот, такая записочка сюда, в каждый входит, которая, собственно, она есть в любом цикле, которая делает QA на все эти вещи. И эта записочка тоже разбивается. Окей. Итак. Теперь давайте посмотрим, что у нас получается. Мы еще не даем никакое время, мы пробуем понять, из чего состоит наш проект, чтобы разбить его и попробовать сказать, что мы покажем в конце каждого слайса. В конце каждого слайса у нас есть такое понятие, как демо. Окей. Демо – это когда мы показываем начальству, что мы не зря здесь кушаем, сидим и получаем деньги, а что мы каждую неделю продвигаемся. Окей. Значит, это у нас будет демо 1, это у нас будет демо 2, это у нас будет демо 3. Какой смысл делать QA каждый цикл, а не сделать его просто в конце? В тот момент, когда вы разработали некую фичу, и она была сразу же проверена, и сразу же у вас произошел пинг-понг, и вы сразу же ее починили, скорее всего это заняло меньше времени, чем скопление багов к концу проекта, и потом, когда горячий петух уже клюет в задницу, все это делается быстро. Есть еще один риск. Когда все баги скапливаются в конце, нам непонятно, где мы находимся. То есть, допустим, представьте себе, что мы дошли до вот этой линии, и у нас закончилось время. У нас закончилось время. Если этот первый цикл от 1 до 10, если этот первый цикл закончился, и QA закончился, и время у нас закончилось где-то здесь, мы можем сказать, окей, у нас есть то, что мы обещали сделать в первом цикле, и мы с этим можем подняться на продакшн. Если мы все баги отложили на конец, у нас нет ничего, соответственно, мы не можем жонглировать нашими рисками, мы не можем предсказывать вещи, у нас слишком много неизвестных. Разработчикам на этом, на самом деле, пофиг, но тем, кто отчитывается перед начальством, интерфейс, в нашем случае Product Manager, довольно проблематично. У него могут спросить, допустим, в районе 12-го числа, могут сказать ему, а что у вас происходит, он может сказать, ну, у нас как бы есть первый слайс, в нем есть такой-то функционал, но он не проверен. Для начальства значит, что нету ничего. Поэтому у всего этого есть свой сакральный смысл, и отступать к нему крайне не стоит, окей? Теперь давайте подумаем. Значит, мы спланировали наш очень простой проект, он как бы, в нем еще пока ничего не понятно, есть какие-то... Какие-то штуки, давайте подвинем это чуть-чуть, чтобы между ними было какое-то space, да, это можно опустить вниз, потому что это все-таки один квадратик, это у нас второй квадратик, окей, добавление контента, представление контента у нас есть, и авторизация пользователей. Значит, запоминаем, значит, с самого верха мы ставим наши конечные цели. Конечная цель авторизация пользователя говорит о том, что пользователь заходит на некую страницу, вводит в форму какие-то вещи, нажимает регистрироваться, и внутри всего этого у него есть, значит, форма регистрации UI, есть хендлеры, таблица пользователей со стороны DBA, форма, это форма отсюда. Окей, что здесь еще может быть в регистрации? Скорее всего, что в регистрации есть еще emails, которые отвечают за подтверждение регистрации. Окей, это скорее всего исполняется на стороне backend, потому что email, это во фронтенде не отработает. Но и это еще не все. Нам, по-моему, придется это все чуть-чуть опустить. Окей, в этом смысл записок, что их можно двигать и ронять, делать с ними все, что вы хотите. Теперь давайте поймем, чего нам здесь не хватает. Здесь, насколько мне известно, нам не хватает еще функционал, который называется Remind Password, напоминание пароля. Окей, значит, есть еще у нас и такая штука. Опять же, эта программа очень относительно передает процесс, поэтому я советую взять большую доску, взять маркер, на доске все это красиво расчеркнуть, мне здесь еще не хватает линий. И просто вешать стикеры. Итак, что у нас здесь еще не хватает? Пользователя регистрации, авторизация. Окей, вроде у нас все хватает. Значит, для того, чтобы регистрация свершилась, у нас есть все, что нам нужно. Окей, и мы еще пока не даем время, то есть мы еще не знаем, влезет ли все это от одного до десяти или нет. Мы это узнаем потом. Давайте посмотрим теперь на добавление контента. Значит, у нас есть контент-таблица. Здесь все понятно. У нас есть хендлеры, которые отвечают со стороны бэккенда за все вещи. У нас есть форма UI для добавления контакта. Даже это не так, это не форма, это страница. Теперь можно сделать простую форму. Ну, давайте представим себе, что у нас есть еще некий этап, который делает так. Добавление из what you see, из what you get редактора. Плюс у нас еще есть, допустим, некий элемент валидации. Из чего это все состоит. О, и здесь мы забыли валидацию. Окей. Валидация данных пользователя. Окей. Так. Валидация. Что еще нам нужно в добавлении контента, в принципе? Давайте сделаем так. Нам еще нужно несколько фичеров. Нам нужно фичер, фичер видео, YouTube плюс Vimeo. И нам нужен фичер галереи. Галерея. Видите, мы добавили это как большие. То есть галерея, соответственно, может состоять, опять же, из какого-то бэкенда, из датабейса. Но мы знаем, что в конце где-то мы захотим добавить галерею и видео. Мы еще не знаем где, мы еще не планировали время. Представление контента, соответственно, это скорее всего только UI, потому что датабейс есть. Хендлеры мы уже написали. Давайте мы все-таки скопируем некую табличку с хендлером, потому что она все-таки присутствует. И мы ее максимум пометим, что она уже сделана ранее. Мы ее пометим, что сделана в предыдущей истории. Окей. На данный момент хватит, иначе это может продолжаться бесконечно. Теперь давайте попробуем. То есть вторая цель. Давайте посмотрим, или мы двигаемся по целям. Вторая цель – это распознавание рисков. На данный момент у нас нет рисков, потому что все наши риски обычно связаны с ресурсами или с чересчур большим количеством фичеров. Так как это наш первый пробный проект, то мы взяли мало фичеров. У нас небольшой проект. Для людей, которые здесь работают, он вполне исполним. Давайте даже сделаем это не некий сферический сайт вакууме. Сделаем это некий простой социальный комьюнити блок. Окей. Так у нас есть более представление, о чем мы говорим. Это похоже на блок, да? У нас есть контент, у нас есть пользователи, у нас есть то, как это все выглядит. Здесь в презентейшн, соответственно, мы это разобьем. Давайте на главная страница. Комментарии. О, комментарии, видите? Мы совсем забыли. Поэтому мы их сейчас удаляем. Добавляем здесь новую историю. Комментарии. Пока вообще ее не трогаем. Может быть, у нас кончится время, и мы даже до нее не дойдем, да? А, кстати, есть еще такое понятие, как priority, понятное дело. Это priority определяется product manager. В нашем случае я тут в одном лице, и product manager, и так далее, и тому подобное. Поэтому будем считать, что комментарии у нас low priority. Окей. Теперь это у нас... То есть без этого нет смысла начинать, поэтому у нас priority 1. Да, мы поставим даже прямо... А, нет, поставим по весу. Давайте начнем с 1000. Это самая важная штука. Добавление контента. Без нее нет смысла делать первую штуку, поэтому она также важна. Две штуки в одном priority. То есть этот спринт не может закончиться, пока эти обе штуки будут нереализованы. Третья мы не можем. Без этого тоже. Значит, она также важна, как все остальное. А вот это... Вот это у нас low priority. Давайте дадим ему даже 200. Мы можем стартануть без комментариев и сделать комментарии в следующем спринте. Окей. Значит, главная страница. Отдельная страница. Так называемая single post page. У нас есть еще статические страницы, которые мы назовем просто pages. Да, соответственно, это все то, что мы сейчас сделаем. Пока что касается только UI. Да, мы же сказали, что хендеры у нас уже готовы. Так что это все в нашем случае пока что UI. И мы хотим... Какие фичи мы еще хотим в представлении? Мы хотим еще здесь добавить социальные кнопки. Социальные кнопки. Окей. В нашем случае... То есть это мы удаляем, потому что мы этот presentation большой квадратик разбили на несколько маленьких квадратиков. Так оно будет более логично. Окей. И... Следующий шаг это попробовать спланировать время. Но планировать время просто так это довольно проблематично. Поэтому мы попробуем планировать время чуть по-другому. Мы попробуем сказать, какие вещи похожи на какие вещи. То есть что у нас здесь похоже на что-то другое. Ну, например, мы попробуем дать цифры от... Значит, давайте сделаем такие цифры. У нас будут цифры по времени. Так. Мы их попробуем написать здесь. Цифры у нас будут такие. 1, 1, 2, 4, 6, 8, 10, потом сразу 15, 18 и 20. Это наши цифры, о которых мы будем говорить. То есть эти цифры сейчас нам помогут спланировать время, не давая на самом деле времени. 20 это то, что занимает очень много времени. 1 это то, что занимает очень мало времени. Окей. Теперь давайте попробуем поиграться с этими цифрами. Как делать эти цифры? На самом деле нужна отдельная таблица. Здесь делается линия. Здесь мы будем рисовать маркером. Но наша программа нам это здесь не позволяет делать. Поэтому мы попробуем это делать прямо здесь. Форма регистрации, авторизации, UI. Давайте предположим, что по времени это 4. Это не priority. Priority у нас здесь на целые блоки. А это у нас 4. Даже нет, что-то это много. Давайте 2 возьмем. Окей. Теперь таблица пользователей. Давайте допустим, что это довольно серьезная работа. И мы представим себе, что это 8. Окей. Есть у нас 8? Правильно? Есть. Окей. Хендлеры на бэкенде. Продумать, сделать. Давайте скажем, что это не меньше, чем сделать таблицу. Значит, это тоже 8. Окей. Remind Password. Соответственно, это какой функционал? Он идет как бы... То есть, этот квадратик можно разбить опять на 2. Да. Это значит email. Email у нас здесь есть. Давайте скажем, в совокупности. Мы не будем сейчас все разбивать. По идее, Remind Password надо разбить еще раз на форму, в которой говорит напоминание о пароле. То есть, часть UI. Ладно, давайте сделаем это в одном примере. UI. Remind Password. Form. UI. Помимо этого, Remind Password Backend. Штука, которая будет ресетить пароль и высылать его пользователю. Помимо этого, Remind Password DB. DB здесь тоже участвует, правильно? Окей. Вот мы разбили Remind Password. Значит, форма это что-то маленькое, правильно? Один. Remind Password Backend. Сгенерировать письмо. Интеракция с базой данных. Security. Тиры-пыры. Например, 4, 2. Пусть будет 4. Password Database. Допустим, это что-то маленькое. 2. Окей. Давайте проверим. Форма регистрации. Окей. Email. Подтверждение регистрации. Выслать. Я думаю, что это что-то в районе 2. Не должно быть что-то большое. QA проверяет фичу. Фичу целиком. Соответственно, он может проверить. То есть, какую фичу QA может проверить в нашем случае. Давайте это опустим чуть-чуть. Да. Давайте даже вот так снимаем. Пока мы сюда еще не пришли. Не факт, что придем. Может, у нас здесь вообще все время закончится. Давайте теперь посмотрим, что он сможет QA проверять отдельно. Окей. И какие демо мы можем показывать. Значит, форма регистрации. Пользователь зашел, зарегистрировался и авторизовался. Да. Это вот как бы одно небольшое сценарио. Можно его показать отдельно и отдать на QA. Правильно? Правильно. Значит, QA форма авторизации и регистрации. Как по мне, так довольно логично. И QA говорит, что ему это возьмет проверить 6. С QA никто не спорит. Да? Вам известно. И мы сразу же можем это показать. Правильно? Начальство. Значит, мы можем взять вот это все. и сказать, что у нас есть демо вот этого всего. Да? Демо – это значит, что мы можем собраться в комнате, позвать представителей, допустим, GPM-а или VipR&D, а также SEO-компании или тот, кто заинтересован, и показать людям, что у нас есть форма авторизации. Окей. Теперь форма авторизации состоит из чего в нашем случае? Она состоит из… То есть мы еще пока будем делать это без email, без подтверждения. Давайте это опять сдвинем. У нас не хватает времени, не хватает места. И на самом деле наше время тоже заканчивается, поэтому сегодня мы закончим с первым квадратиком. Давайте попробуем его подвинуть сюда. Так, окей. И начнем. Значит, у нас есть хендлеры. Хендлеры. Валидацию мы пока не будем. Remind Password. Remind Password у нас стоит отдельно. Мы это пока не выносим туда. Подтверждение регистрации туда входит, без него нельзя зарегистрироваться. И хендлеры. Значит, вот у нас образовался некий небольшой цикл, у которого есть общее количество, общая сумма. Общая сумма это 8, 2, 10, 18, 20. Это некое абстрактное число 20. Но смысл в том, что когда мы пойдем дальше, и у нас что-то будет равняться опять 20, и мы будем знать, сколько это по времени. Это был первый урок. У нас впереди серия из 5 уроков. И я надеюсь, вам это было интересно, и вам это как-то помогает. И поможет в конечном итоге ускорить процесс, сделать продукты лучше, удобнее и веселей. С вами был Майк для сайта WBiz.com. Приходите на следующей неделе.